Турнир совхоза имени Ленина по бадминтону проходил в спортивном зале фамилии Wellness в Видном, потому что в сельском поселении помещения такого размера просто не нашлось. Очень радует количество участников, очень радует география участников, потому что турниры открыты. Мы считаем, что в общем-то мы должны популяризировать и бамбинтон как вид спорта, и сельское поселение, которое действительно занимается тем, чтобы развивать детский спорт, спорт для взрослых и выполнять ту задачу, которую мы перед собой ставим. В совхозе также развиваются футбол, баскетбол, волейбол и другие виды спорта. Но в этот день на площадку вышли более 80 юных бадминтонистов. Так как турнир был открытым, то на него приехали спортсмены не только из Ленинского района, но и из Москвы, Раменского, Химок и, как, например, Анастасия Кузнецова из Одинцова. Меня пригласили, я решила, почему бы не поучаствовать. Всегда же хорошо приехать, постараться поиграть с сильными участниками. И вот решила приехать. Подруга Насти, Ариана Теплякова, занимается бадминтоном уже третий год. Спортивная секция, в которой она ходит, находится недалеко от дома. Очень нравится этот вид спорта. Сначала думала теннис, но все-таки бадминтон больше нравится. Для многих участников турнира зал, в котором он проходил, по-настоящему родной. Здесь проходят еженедельные тренировки. Путь к бадминтону у всех складывался по-разному. Не всегда этот вид спорта казался очевидным выбором. Бадминтон, ну потому что я раньше занималась каратэ, но мне там один раз такой синяк набили. И решили, что это более поддевчачий. Я пошла на бадминтон. Ну мне он нравится. Он меня манит вот прям ударами этим. Но в дальнейшем я не думаю, что свяжусь с ним жить. Все-таки я не люблю соревнования, я их боюсь. Моя мама как-то играла с моим папой. Когда мне еще было где-то 4 года, я увидела, мне этот спорт очень понравился. Я начала сразу учиться играть. На первый взгляд может показаться, что бадминтоном занимаются в основном девочки. Но это совсем не так. Просто мальчики оказались более стеснительными и не спешили давать интервью. Я хожу на эти тренировки почти без конца. Начал ходить давно. И мне вот захотелось принять участие из-за того, что я никогда не был в турнирах. И вот первый раз захотелось, потому что была большая возможность. Ввиду неожиданно большого количества участников, соревнования проходили по олимпийской системе на вылет. У главного суди Сергея Яковлева практически не было свободного времени. Постоянная координация юных спортсменов на площадке и контроль за соблюдением правил игры. Я занимался многими видами спорта. Но бадминтон мне понравился тем, что, ну, первое, он бесконтактный вид спорта. Вот. Здесь нужно проявить все свои качества. Здесь реакция, скорость, выносливость. То есть можно перечислять, ну, буквально все. И это все есть бадминтон. Все участники турнира, как победители, так и проигравшие, получили призы. Элементы спортивной формы для бадминтонистов от одного из известных производителей экипировки, что тоже может стать хорошим стимулом для будущих участников. И, конечно, подобные соревнования – толчок к развитию спорта и пропаганда здорового образа жизни. Дмитрий Книга, Данил Свидерский, Анастасия Нурхонова. Видное ТВ.